Павел Николаевич, рад вас приветствовать. В регионе сейчас предупреждают о высокой пожарной опасности. Как у вас в заповеднике реализованы системы пожарной безопасности? Совершенно взаимно. Доброе утро. Конечно, у нас территория оригинальная во многих отношениях и в смысле подготовки к обновлению движения пожаров. У нас тоже есть свои совершенно оригинальные черты, отлично в своей территории. Ну, во-первых, надо понимать, что мы все-таки мы территория удаленная. И западная часть территории – это горы, границ Уральских кривей. Северная часть – это тоже горы, границ Коми и Публикой. Конечно, у нас есть вся специфика. Ну, во-первых, есть несколько систем наблюдения, обнаружения и кушения по обнаружению. У нас есть кордон на территории заповедника. Кордон Липья, кордон Кула-Ямка, кордон из темничных горах, истоки реки Велс. Здесь у нас инспектора дежурят постоянно. Живут и работают постоянно. То есть, это постоянное пункт наблюдения. С южной части тоже есть, как бы, кордон 71-й горах, где-то постоянно присутствует. То есть, визуальное наблюдение – это первое. Это южная граница, поверьте ли. С северной – там у нас, конечно, потруднее, потому что у нас тут доступа нет. Путешественники, спросители мы туда напускаем. У нас один процент территории, мы разрешен на посещение, и вот туристская труда, которая идет вдоль пункт этого камня, она тоже идет на южную часть территории заповедника. То есть, у нас все люди, визуальное наблюдение – это южная часть заповедника. В северной части, куда мы народно пускаем, где у нас нет постоянных концов, которые работают оперативная группа и научные сотрудники, там, конечно, несколько сложнее. Но здесь есть тоже, во-первых, сегодня существует спутник про систему мониторинга, общероссийская, и они регулярно докладывают точки пожара, горячие точки, так называемые. И вот сегодня, каждый день нам приходит система на общем, и все заповедники на спарте связаны друг с другом, и мы видим, какая ситуация не тяжелая, вот идет по востоку, по востоку России, за уральским клипом. Там идут страшные горения, возгорания, отношения, то есть процесс идет очень такой бухтный. Но у нас пока все спокойно. То есть, вот первая система – это спутниковая система мониторинга. Кроме того, у нас заключен договор, сейчас моя компания, на облет территории. Если появляются какие-то сигналы, вот скажем, кто-то сигнал от спутниковой системы, мы направляем самолет и проверяем точку визуально, есть там что-то или нет. Если нет, если есть, тогда уже у нас есть договор с авиакомпанией 9, и производится заброска летолетной группы, и на летолете нашей группы тушения, там 5 человек, у нас такая есть мобильная группа. Если хилосерьезно начинается, это планы, это такие технические планы, если что-то начинается серьезно, тогда же организуется доставка привлеченных сил и стресс, и производится кушение. Кроме того, у нас в последние 10 лет существует, есть приобретенность субмана на воздушной подушке «Хилос-10», которая, конечно, нам в значительной степени заменила услуги летолета. Потому что по всем, даже небольшим речкам, мы сегодня можем доставлять людей к месту кушения пожара. Но все равно есть у нас дёрдные районы, куда мы не можем добраться на «Хилос», и вот тогда применяется та большая авиация. Павел Николаевич, много ли летом заповедник принимает туристов, и какой потенциальный уровень опасности может быть? Ну, пока вы сказали, что все спокойно, но тем не менее, были ли такие случаи, когда все равно представляла лесная пожароопасность для туристов, как раз какие-то угрозы? Нет, такого не было. Во-первых, у нас вот та акропавта идёт по горам, 37 километров примерно, ну, около 40 километров. Вот, в значительной части территории это идёт по гольцовой части, там нет объекта для горения потенциальной. Кроме того, там у нас лучи, в общем, достаточно обильно, местность насыщена лучами и речками большими. И что ещё? Ну, кроме того, естественно, когда в случае возникновения реальной опасности, мы просто, мы живём не в городе, мы просто закрываем территорию заповедника. Вот у нас было такое закрытие в прошлом году, по-моему, как раз где-то в августе, была высокая жара, сильная жара, и мы территорию заповедника просто закрыли для посещения. Ну, пока у нас, как бы, такой ситуации нет. Вот, не вчера, в посёлке Гроз прошёл сильнейший дождь с градом, это южно-конечность, южно-конечность заповедника. Но до нём на территории заповедника, несмотря на то, что сильная жара, до 25-28 градусов, вчерашние данные, жаление, но ночью температура плюс 14, и выпадает рассадь, что способствует сохранению нормальных путеводов на автомат. Такая ситуация вот какая-то. Путешественникам на территории заповедника опасность нет. Павел Николаевич, какой бюджет заложен на, как раз, пожароопасность, точнее, на охрану от пожаров в заповеднике? Ну, общий бюджет, я вам назвать, ладно, не буду, буду считать, что это кометическая тайна, хотя она, конечно, есть на сайте. Но порядка двух миллионов, в принципе, мы можем пускать на это дело, примерно так, плюс-минус, плюс-минус 200-300 тысяч, вот примерно такой бюджет. Причем это бюджет некомечный. Если возникает какая-то реальная ситуация с тушением, с большими затратами, то у нас, значит, Министерство, плодный ресурсов, российский, нам компенсирует комиссионные затраты полностью. И компенсирует и нам, и подрядчикам, которые занимаются тушением. Эта система так же и в России, и когда-то работают. Павел Николаевич, вот все-таки из-за предупреждения МЧС, вот как считаете, лесные пожары обойдут стороной заповедник ваш? Ну, вот опять же, учитывая специфика заповедника, то, что у нас горы на востоке, горы на севере, небесные хилеты на западе, границы с Чайновским районом. В принципе, конечно, лесные пожары со смертной территории, они не должны зайти на территорию заповедника. То есть причина здесь только может быть внутренне, человеческие, ну или гроза, сухая гроза, так называемая. У нас последний, надеюсь, опыт был 12 лет назад, в 2010 году мы горели, горело северное начало Умского камня, вот когда была результация сухой грозы. Лежские факторы пока не зафиксированы. Ну и финальный вопрос, который я хотел бы задать, туристам проводят инструктажи перед тем, как они пойдут на территорию заповедника, и как это делается? Обязательно. А вот сейчас там, когда у нас небольшой артеузал, идет у нас инструктаж для группы, которая собирается закинуть территорию заповедника. То есть обязательно инструктаж проводит наш отдел, инструктаж, значит, что можно, что нельзя на территории, но почином все положено, все это записывать в журнал, и записывать все это в журнал. Павел Николаевич, большое спасибо вам за ваше мнение экспертное, большое спасибо, что вышли с нами на связь. Всегда рада вас видеть и слышать. Удачи вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!